В эфире Дагестанское радио. С главными событиями четверга 30 ноября информационный выпуск Вести Дагестан в студии Бедерниса Гусейнова. Доброе утро. Сегодня на радиоканале Вести ФМ запланирована прямая трансляция разговор с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Начало трансляции в 11.55. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел встречу с замминистра России по делам Северного Кавказа Михаилом Развожаевым. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках реализации Министерством по делам Северного Кавказа ряда программ и инвестиционных проектов в Дагестане. Затем Владимир Васильев и Михаил Развожаев приняли участие в работе бизнес-сессии «Инвестиров Кавказ». В дискуссиях участвовали члены правительства, представители корпораций развития Северного Кавказа и, конечно же, бизнес-сообщества региона. Материал Нурлана Алиева. Серия бизнес-сессий уже прошла в большинстве субъектов Северокавказского федерального округа. Дагестан стал шестым регионом, принимающим окружное бизнес-мероприятие. Главная цель сессии – рассказать региональному бизнес-сообществу о том, какие существуют механизмы софинансирования инвест-проектов через региональные подпрограммы. Напомним, на них разделена госпрограмма развития СКФО до 2025 года. Кроме того, здесь же сегодня будут презентованы дагестанские проекты, претендующие на поддержку в рамках госпрограммы в следующем году. Впервые по этой подпрограмме реализуются инвестиционные проекты по новой технологии через Республику, через Корпорацию развития Республики Дагестан. В этом году мы отобрали на международном рабочей группе в прошлом году и реализуем три инвестиционных проекта в Республике Дагестан. Традиционно в бизнес-сессиях участвуют представители банков, ассоциации, предприниматели и институты поддержки бизнеса. Ключевыми являются презентации работы с инвесторами корпораций развития Северного Кавказа и курортов Северного Кавказа. В конечном итоге инвестиции в Кавказ это вклад в благополучие всей нашей страны в церковь. Безусловно, динамичное развитие экономики, решение острых социальных вопросов, невозможность увеличения масштабных инвестиций, формирование устойчивой инвестиционной инвестиционной структуры и системной инвестиционной политики, отвечающей современным требованиям экономики. Я бы добавил еще и затросам бизнес-сообщества. Стоит отметить, что бизнес-сессии предваряют проведение первого бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ», который придет уже в декабре этого года. На площадках форума планируется обсуждение актуальных вопросов развития экономики СКФО. Там же презентуют ключевые инвест-проекты. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев встретился с главами муниципальных образований Цумадинский район Ановар-Гаджи-Вичедовым и Тляратинский район Раджабам-Раджабовым. Обсуждены вопросы социально-экономического развития районов. Сегодня в Махачкале пройдет 14-я сессия Народного собрания Дагестана 6-го созыва. В повестку дня предварительно внесено 28 вопросов. С 30 ноября по 1 декабря в Магасе, в столице Ингушетия, пройдет юбилейный пятый форум СМИ Северного Кавказа. В рамках форума пройдут пленарные заседания с участием представителей органов власти и почетных гостей, мастер-классы, круглые столы, 8 выставочных площадок СМИ Северного Кавказа. Планируется подписание соглашений с Российской Ассоциацией по связям с общественностью о создании Северокавказского отделения Ассоциации, а также с региональным общественным центром интернет-технологий обучреждения форума «Цифровой Кавказ». Круглый стол образования и гражданское общество, прошедший в Махачкалинском центре повышения квалификации, собрал представителей разных сфер занятости – школьных учителей, педагогов, вузов, преподавателей дополнительного образования из районов и городов республики, руководителей общественных организаций и партий, Республиканской национальной библиотеки, чиновников, журналистов и депутата. Но все они, как заметил в письменном обращении председатель совета центра Магомеда Бакаров и его заместитель Эдуард Эмиров, имеют отношение к образовательному процессу в республике. Подводя итог к заинтересованному разговору, директор центра Галина Исмаилова выделила ключевые проблемы. Хочу остановиться на некоторых понятиях, которые сегодня несколько раз прозвучали. Это, прежде всего, наверное, система. Мы очень часто повторяем это слово. Система нас душит, система нам то, это, третье, десятое. Но в нашей системе, давайте начнем с того, что нам даны очень большие права. Новым законом сначала 92-го года, потом 12-го года. В законе 12-го года было много, конечно, то, что мы называем просторечие ляпами, да? Много изменений, там не осталось ни одной статьи, где не были бы внесены поправки. Поэтому закон 12-го года в течение нескольких лет был передан на места, вот в эти самые системные элементы, звенья, для обсуждения и внесения изменений в него. Наш институт развития образования в педуниверситете, мы принимали участие, мы посылали свои изменения. И надо вам сказать, со скепсисом относились к этому, все наши замечания, по крайней мере, были приняты. То же самое мы писали в профстандарт-педагог, который вот сейчас вступил уже в действие. Какое это имеет значение? Мы кого угодно готовы обвинять, только, извините, не себя. В 2002 году вышел ФЗ-122 о монетизации. Помните этот закон? Его все помнят. А рядышком с ним вышел еще один закон. Сколько я общаюсь с педагогами, никто о нем даже не слышал. А он обсуждался. А это был закон о реструктуризации общего и профессионального образования. Сегодня, когда мы возмущаемся теми процессами, ну, как у нас хорошо говорят, оптимизации, мы забываем о том, что вот тогда, когда принимался этот закон, а там было сказано, в 2002 принимался, с 2012 войдет в действие. И вот он теперь пошел. Новый закон и пять лет идут законом обусловленные изменения. Мы ими возмущаемся. Библиотеки у нас закрывают, школы у нас закрывают, что угодно. Вот когда мы могли сказать слово, мы промолчали, ничего не спросили себя. Теперь, вы ведь подумайте только, на образование по тем законам выделялось 9% от ВВП. С принятием от первого 92-го закона, закон ставил задачу довести финансирование образования до 10%. Сегодня в Центральном исполнительском комитете партии «Единая Россия» в Москве пройдет торжественная церемония награждения победителей третьего всероссийского конкурса «Воспитатели России», прошедшего в рамках федерального проекта «Детские сады детям». Среди призеров и воспитатель детского сада «Радуга» из города Кизляра, Улан-Бике, Мурзаева. Дагестанское радио. Понятно каждому. Сегодня в Институте экологии и устойчивого развития ДГО в Махачкале пройдет региональная олимпиада по экологическому праву, правовые аспекты природопользования. Цель олимпиады – формирование навыков правового мышления, раскрытие теоретических знаний студентов по экологическому праву, а также выявление у них умений и навыков в использовании нормативных правовых актов. В Дагестане проходит всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД» приурочная к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция призвана информировать население по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции, о путях передачи и механизмах инфицирования, а также способах профилактики и лечения. Новости культуры. Сегодня в рамках 18-го регионального музыкального фестиваля юных исполнителей «Наши надежды» в 17 часов концерт в Кумыкском театре. Накануне в Национальной библиотеке прошло открытие фото-выставки «Старые села уходящей культуры». Здесь представлены работы известных фотографов Камиля Чутуева, Гажимурада Зургалова и других, организаторы Агентства по охране культурного наследия Республики и Этнографический музей «Дагестанский аул». О спорте. Байзат Хамидова в составе женской сборной России по регби-7 сыграет на первом этапе мировой серии, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Дубае. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается дождь, ветер юго-восточный 7-12, местами 12-17 метров в секунду, в горных районах юго-западной 6-11 метров в секунду, температура по Приморским районам 4-9 тепла, в горных районах от 0 до 5 тепла, местами до плюсы 10. В Махачкале сегодня ожидается дождь, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 5-7 тепла, вода в море 6 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан», вела выпуск Бедернисе Гусейнова, звукорежиссер Момина Талиева. События дня 18.10, а мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей.